Здравствуйте! Новости 24 в эфире в студии Махач Курбанов. Коротко о главных событиях этого выпуска. С 16 по 20 июня священные реликвии пророка Мухаммада, мир ему и благословение, будут находиться в селе Куму Хварского района. Уровень детской преступности в Дагестане снизился более чем на 30%, отметили в прокуратуре в рамках открытого форума. В аэропорту Махач Кулы завершился первый этап строительства нового международного терминала. Сегодня, 16 июня, кортеж со священными реликвиями пророка Мухаммада, мир ему и благословение, выехал в село Куму Хварского района. Проводить благодатный кортеж к хранителю реликвии, муфтию Республики Дагестан, шейху Ахмада Абдулаеву, приехали глава Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов, глава Лахского района Исуп Магомедов, видны общественные и политические и религиозные деятели, чемпионы Олимпийских игр. Муфти Дагестан ознакомил гостей с реликвиями, которые будут выставлены в центральной джума мечети села Кумух Лахского района с 16 по 20 июня. Ахмад Абдулаев и Рамазан Абдулатипов обратились с напутственной речью к собравшимся и пожелали жителям республики, в частности Лахского района, благодати и довольства Всевышнего, а также приумножения награды верующим за праведные дела. Напомним, что священные осары пробудут в центральной джума мечети села Кумух Лахского района с 16 по 20 июня, куда будет обеспечен свободный вход всем тем, кто пожелает получить благодать нашего любимого пророка Мухаммада. Профилактику преступлений среди несовершеннолетних обсудили сегодня в прокуратуре республики в рамках открытого форума. Его участники изучили основные причины преступности несовершеннолетних и выявили проблемы по их предупреждению. В ходе встречи было отмечено, что уровень детской преступности в Дагестане снизился более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продолжит Зумруд Гамидова. Проблема профилактики преступности и правонарушений детей и подростков всегда остается актуальной для общества. По мнению главного прокурора республики Сергея Белякова, создание в республике эффективной системы защиты прав и законных интересов несовершеннолетних требует комплексного подхода, который невозможен без взаимодействия государственных и общественных институтов. За пять месяцев 2017 года, по словам исполняющего обязанности прокурора Дагестана на территории республики, несовершеннолетними совершено 94 преступления. Для сравнения, в 2016 году в это время было совершено более 300 правонарушений. Принятые прокуратурой меры по устранению причин, способствующих совершению преступлений, способствовали снижению уровня нарушения правопорядка. Снижение совершения преступлений несовершеннолетним существенное, а их удельный вес тоже снизился с 3% до 2%. В прошлом году снизилось количество совершенных несовершеннолетними грабежей на 14%, угонов автотранспорта на 27%, краж на 25%, разбоев почти на 70%. Снизилась групповая преступность на 40%. Основными направлениями в предупреждении преступности несовершеннолетних является обеспечение надлежащего контроля со стороны соответствующих служб, чья деятельная работа будет способствовать к минимизации преступности. Кроме того, прокуроры добивались устранения правонарушений, связанных с взыманием родительской платы за присмотр и уход за детьми. Так, прокуратура Тарумовского района направила в суд три иска о возмещении незаконно взысканной дошкольным учреждением родительской платы. Кроме того, установлено 120 фактов непосещения образовательных учреждений, в связи с чем в отношениях родители привлечены к административной ответственности. К сожалению, необходимо отметить, что на профилактическом учете в ПДН стоит около 300 родителей и законных представителей несовершеннолетних, которые своим поведением оказывали отрицательное влияние на детей. В отношении свыше 1400 родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. До сведения участников форума было доведено, что особое внимание уделяется соблюдению прав детей-сирот. За два года по искам прокуроров более чем 60 гражданам из числа детей-сирот предоставлено жилье. В свою очередь, министр МВД Республики Абдурашид Магомедов подчеркнул, что дети и подростки нередко обучаются исламу у представителей радикальных течений. В этой связи в вопросе профилактики преступности несовершеннолетних очень важное значение иметь семейное, а также правильное религиозное воспитание будущей молодежи. Очень серьезная проблема, связанная с тем, что детьми занимаются, кто попал. Это я хотел бы здесь, не говоря о том, что не должно быть религиозного образования. В то же время мы сталкиваемся с такими фактами, когда детей отвлекают и разного рода. И они против вообще религиозного образования, против того, чтобы там этими детьми занимались, кто попал. Эти люди не понимают, как организован мир, как он устроен, и в то же время берут на себя смелость обучать детей. Эксперты форума в формате открытого диалога обсудили имеющиеся проблемы в сфере прав несовершеннолетних и предупреждения совершениями преступлений, а также высказали свои предложения по их решению. Зумрод Гамедова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Накануне на федеральной автомобильной трассе Кавказ произошло очередное дорожно-транспортное происшествие, в котором столкнулись две легковые автомашины. По имеющейся информации, в ходе аварии погибла женщина. Также есть и другие пострадавшие, которые были доставлены в больницу с небольшими ушибами. По известным данным, водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение. В результате ДТП пассажирка другой легковой машины скончалась в центральной городской больнице города Дагестанские огни. Водители автомобилей и пассажиры, среди которых есть и дети, доставлены в больницу с различными телесными повреждениями. Как отмечают сотрудники ГИБДД, юные пассажиры уцелели благодаря детским креслам, в которых они сидели и были пристегнуты. В аэропорту Махачкалы завершились работы в рамках первого этапа строительства нового международного терминала. Сформировано свайное поле, на котором было забито более 1300 железобетонных свай. Проект получил положительное заключение госэкспертизы. Также получено разрешение на возведение терминала со стороны Росавиации. Здание сооружается с учетом особенностей региона, в частности его сейсмичности. На сегодняшний день ведутся здесь работы по устройству монолитных железобетонных ленточных и стопчатых ростверков. Завершены работы по выемке грунта с котлована под терминал Б. Завершены свайное поле по терминалу Б. Дальше будут производиться работы обратной засыпки грунта после завершения ростверков. Потом пойдет бетонирование пола и монтаж металлической конструкции самого терминала. Окончание строительства терминала, которое осуществляется за счет средств частного инвестора, планируется в 2018 году. Напомним, международный терминал площадью более 8 тысяч квадратных метров будет представлять собой здание из четырех этажей, два из которых предназначены для обслуживания пассажиров. Его ввод позволит разгрузить действующий терминал, а также расширить международную географию перевозок из аэропорта дагестанской столицы. Сейчас у Махачкалы есть прямое авиасообщение с Турцией и Казахстаном. В ближайшее время планируется открыть новые направления в Китай, Иран, Объединенные Арабские Эмираты. Ну и напоследок, как обычно, курс валюты на завтра. Доллар 57,74 рубля, евро 64,45 рубля. Оставайтесь на нашем канале. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»